Смотрите, что нас вообще сегодня ждет. Мы с вами сегодня начнем создавать такую вещь как To-do-list и возможно кто-то из вас уже видел его, а может кто-то пользовался. Ну в целом To-do-list это у нас это такой скажем так мини-проект вообще что он делает это просто заметки в которые мы пишем какие-то наши заметки условно дела и так далее да и можем их нам оттуда удалить сделать отмеченным и так далее и тому подобное то есть какие-то вещи мы можем целом с ними реализовывать и как раз таки сегодня мы с вами будем реализовывать этот To-do-list займет он у нас не один урок 2-3 урока плюс-минус вот и мы с вами научимся как это делать вообще просто этот заметки грубо говоря в которой мы пишем какой-то и так далее да но на самом деле вот этот поняв вот этот To-do-list до логику можно будет в принципе строить там свои там приложение и так далее ну развивать java script потом почему потому что тут очень много логики именно в этом небольшом проекте много логики и поняв его да вам будет намного легче там java script он работать с реактом и так далее то есть вы уже поймете как с этим работать как это происходит и так далее окей что нам нужно ребят давайте мы сейчас выберем наш To-do-list пускай это будет вот вот этот вот To-do-list условно выберем мы его да давайте я наверное что url скинул руку на всякий случай вдруг кто-то будет вы можете абсолютно строить как бы с нуля и так далее ну я решил что мы уберем вот этот вот To-do-list теперь смотрите как мы будем с этим работать да ребят сегодня мы сделаем небольшую верстку и совсем чуть-чуть логики чтобы понимать да как это работает и так далее а все мы будем делать постепенно сначала мы начнем сверстки то есть любой вот такой вот какой-то проект да ребят начинается всегда сверстки вообще любой проект начинаем сначала верстать потом уже логику докручивание поэтому а я вот создал новый здрасте да 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 этот мы сегодня да я микрофон там с ребятами у нас просто небольшие неполадки были с проектором чтобы эхо не было я выключу я забыл да что вы зашли окей а все тогда в целом мы начинаем ну я здесь объяснял что мы сегодня будем реализовать данный проект To-do-list который нужен нам для того чтобы мы просто там писали какую-то логику да ну какие-то наши задания они у нас сохранялись потом мы их могли удалить там и так далее да какие-то вещи а также мы наверное сделаем To-do-list таким образом чтобы когда мы будем ну это в будущем да я вам покажу чуть тоже когда мы будем писать какие-то задания а если мы это To-do-list случайно закроем да имеется ввиду ссылку да то задания наши останутся то есть они как бы в браузере сохраняются понятно да то есть такую логику то есть обновимся и так далее он все равно будет откроет всеми заданиями с которым у нас есть вот ну да такое интересное у нас будет приложение и давайте мы начнем его выполнения да так как я уже сказал это наш новый проект я создал папочку для нашего To-do-list и создам три моих главных файла да первое это у нас будет индекс html второй наш файл будет style.css и также третий нас файл пускай называется просто gst все три основных файла я создал давайте так в целом это мне уже не нужно давайте я назову его туду лист здесь подключу линком свои стили здесь я подключу скриптом javascript файл да так давайте сразу зайду в стиле и пропишу самые основные стили это у нас мерчим 0 по 1 0 боксайзинг order box и в целом можно здесь убрать style нон да такие основные стили которые мы прописываем все окей to-do-list у нас есть теперь ребят давайте мы начнем непосредственно с его разработка вертский да а смотрите как это у нас будет выглядеть а я создам главный бокс дивбокс это будет весь мой вот этот задний фон и так далее да смотрите вот если я хочу сделать вот такой вот задний фон то мне потребуется мне потребуется вот что смотрите здесь цвет у нас градиентный а возможно мы с вами делали такое может быть нет но сейчас я покажу как это можно реализовать да если мы это не делали если у нас идет цвет градиентный то есть не один цвет ведь он вот так сливается да то на самом деле его можно задавать по крауде но это же мы бы грандом задаем давайте так сначала я сделаю вот что . box и дам ему просто сейчас цвет любой один из этих цветов смотрите чтобы это нам сделать да правильно выбрать цвет правильный как я могу это сделать я могу это сделать может быть я вам показывал может быть нет а нам нужно будет во первых вызвать просмотреть код вот такую вот это да консоль куда дальше смотрите здесь есть стиле правильно какие-то прописаны верно мы это все уже знаем и здесь мне необходимо найти вот где задан color или бэкграунд лета то есть вот такой квадратик цвета я на него нажимаю у меня выходит вот такое вот окошко после я выбираю вот эту вот пипетку и давайте наведусь на вот этот самый верх этот цвет выберу вот вот этот вот цвет бирюзовый какой-то ладно путем будет вот он у меня принялся я его копируем и пропишу сюда бэкграунд вот такой пока что у меня ничего не появится верно потому что как бы у меня нету никакого размера у этого бокса чтобы размеру этого бокса были я сделаю высота весь экран вот тогда но смотрите у меня только один цвет верно а я сейчас хочу сделать его градиент поэтому смотрите можно здесь прописать интернете вот этот вот градиент это сайт который генерирует нам градиентные цвета и а я сейчас здесь как раз таки пропишу данный свой цвет я скопирую вот данный цвет подставлю его вот сюда дальше следующем действием я выбираю второй цвет последнего там да вот этот вот синенький выбираю его копирую условно и подставлю его так теперь взять то есть первый цвет вот я выбрал и второй цвет вот он такой смотрите здесь видно как этот градиент установлен принципе он вот так выглядит верно а здесь можно его менять типа лайнер это вот он когда по линии до идет вот так вот есть радио это он когда вот нужно но у нас лайнер то также можно изменять градусов то есть ось сейчас у меня нет сверху вниз можно сделать снизу вверх можно зё с лево на право можно справа налево изменив этот градус да да смотрите у меня сейчас обирал вы потом Nancy не до идёт какой то я все сделает так то видите бирюзово отсюда синие сюда да то есть я могу в принципе менять ну у меня так что 80 градусов все смотрите теперь ведь и есть с какой-то я вот этот вот сэс der увидим в агр italian гранд петельте вот этот не просто я его копирую и подставляем места вот этого моего background эти два цвета лайнер градиент тут указано градус по которому он идет и два цвета проверяю все вроде бы более-менее да но на самом деле здесь можно изменять вот эти вот проценты здесь будет типа якобы этот начинаться там условно отсюда или отсюда там видите больше как будто бы ну вот здесь если мы сделаем вот так то он будет плавно у нас эти да то есть этот цвет потом плавно переход сюда но я могу сделать вот так чтобы синий начался позже да видите в целом все это можно как бы настраивать можно сделать так чтобы синего было побольше видите да ну короче в целом тут ничего сложного нет все у нас есть какой-то background давайте теперь мы начнем делать следующее следующим я делом буду строить вот этот вот свой туду лист видим да захожу к себе в html и здесь пишу туду лист это будет весьма вот это туда по п да давайте я сделаю вот что пропишу здесь такие наши основные теги у нас будет h1 у меня будет туда по п да вот дальше дальше смотрите у меня есть вот такой вот input и есть кнопка правильно добавить да ребят я сделаю это вот таким вот образом создам тег форм эта форма у меня будет у меня будет input у меня будет потом видим да ребят пока что давайте я сделаю здесь слово это но мы это как бы поменяем езды окей теперь а дальше 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 у нас будут какие-то задания смотрите я выхожу за этот дюэл и здесь дам класс класс пускай будет это у нас будет пас и я создам несколько ли задания но какое-то количество до сделаем их целом можно задать класс можно не задавать дальше дальше у нас идет див с классом давайте так туда вот он и здесь у меня будет аж 4 и тут ехать 4 пендинг таск ну в принципе мы можем написать это пендинг и здесь будет тогда так все у меня это есть целом давайте теперь мы начнем работать над стилями да все максимально просто ребят стилями я думаю у нас никаких проблем не будет да я сделаю вот что дам ему какую-то ширину пускай у него а будет 300 пикселей пока так и дам наверное я бэкграунд white вот вот тогда давайте так ширину наверное я сделаю так смотрите можем дать шириной просто вид да а можем сказать минимальная твоя ну хотя нет пускай будет вид у него будет одна ширина пусть это вот так дальше смотреть мне это надо центрировать правильно вот этот весь туду я делаю здесь вот что здесь скажу смотрите дисплей флэкс дальше все я его центрировал мне нужны теперь по динги видите слева справа да здесь я скажу вот что по динги пускай так ну сверху я так подозревать где-то 25 слева справа давайте дам по 12 маловато давайте 40 20 вот так да окей в целом это у меня есть теперь что теперь нужно здесь сделать между ними какие-то некие вот что да делаю здесь вот что туду лист асаде или давайте так туду лист форм сделаю вот что вверх вниз так сделаю марджин 15 пикселей 0 вот вот так дальше что меня здесь ждет дальше дальше меня ждет туду лист точнее даже таскс и каждая лишь когда должна быть вот таким так во первых бэкграунд у него должен быть вот такой вот серенький сейчас я узнаю вот этот серенький цвет так так забираю так только мнение rgb формате а мне нужен секс формат поэтому это выберу удобно прописать вот так вот есть да и дам здесь какие-то парджина пускай это будет 10 пикселей ну пока вот тогда и давайте так и педдинги 5 пикселей так даже здесь тоже можно принципе 5 пикселей оставить маловато до 10 пикселей ну пока вот тогда так смотрите меня ширина не устраивает поэтому давайте 450 пикселей 450 пикселей пока вот и пусть будет это вот тогда и 450 что многовато 400 проверим ну ладно пусть это задание у меня будет вот так выглядеть а теперь а дальше дальше я скажу вид сто процентов от родителя окей да теперь что нас ждет ну и здесь есть небольшое закругление border radius вот тогда хорошо ребят теперь давайте пойдем дальше поработаем над вот этой частью да смотрите здесь у нас будет в инпуте placeholder add add new add your new to-do то есть добавить новое да to-do и дальше сделаем вот что в стилях я к форме обращался я скажу вот так display flex justify content space between делаю во-первых это вот так а дальше дальше я скажу вот что to-do list форм input и дам ему какую-то некую дам ширину ему смотрите пускай это будет у нас 90 процентов вот такая вот да даже ну что-то 90 как будто бы ну ладно пока оставлю так и то-до лист форм а то нужно будет стиле вот этой кнопки взять так смотрите во первых я копирую этот цвет даю его сюда теперь смотрите мне необходимо вот такие вот эти да иметь сделать ну сделать его красивым да вот такой вот плюсик а такой вот плюсик к сожалению я не смогу сейчас реализовать с помощью своими простыми силами поэтому мне придется обратиться к библиотеке которая ну мы и пользовались на самом деле это у нас google font google font google font в котором также есть видите icons я нажимаю на этот icons и здесь давайте напишу такой вот плюс есть да целом мы можем найти это сделаю на самом деле здесь не так много оказывается ну ладно пусть вот этот самый подходящий да смотрите я его забираю к себе теперь теперь как мне необходимо с ним поработать да чтобы мне его ну поставить мне необходимо подставить подставить вот этот вот я копирую этот линк подставляю после своего css пока ничего не появится дальше смотрите дальше здесь у нас есть вот этот вот видим да я его копирую видим вот этот вот и вместо вот этого баттона ну вместо вот этого да я сделаю вот так вот спан это и так далее так проверю вот он видим да появился окей теперь а нужно задать здесь стили как мне эти стили задать смотрите можно в целом вот вот это вот взять скопировать подставить его вот сюда и здесь написать во-первых color white так нужна точка видим да теперь смотрите чтобы ему задавать какие стили я его могу увеличивать с помощью фонт сайза сделаю фонт сайз 20 пикселей где он сейчас должен стать у меня побольше так давайте ну-ка 40 пикселей так окей что он у меня не увеличивает сейчас мы посмотрим что у него тут стоит а по идее фонт сайзом я его могу ну-ка давайте так вейт сделаем да сейчас я узнаю стили которые ему заданы ага вот они фонт фэмили скорее всего мне нужно будет перебить сейчас эти стили ребят как мне это сделать смотрите во первых я напишу так импот фонт сайз сделаю 30 пикселей вот видим да ну что то более менее у нас похоже да происходит ну его можно конечно увеличивать нам и так далее так давайте сделаю border non так закругление у него есть закругление небольшое есть border radius 5 пикселей вот так вот так давайте я тогда сделаю здесь padding 10 пикселей ну увеличу мою кнопочку да хорошо теперь давайте так здесь сделаем 85 процентов можно 80 процентов можно 80 процентов так сколько здесь ну расстояние каст большое давайте 83 процента а дальше дальше я здесь делаю вот что padding left 15 пикселей то есть вот этот текст то у меня будет начинаться не прям отсюда да от стенки а вот немного вот так да и что еще у нас есть ну тут border видите такой серенький поэтому я скорее всего придется дать border radius 5 пикселей и border 1 пиксель solid и вот этот серенький цвет мне выдать надо будет ему так давайте маловато 2 пикселя так тоже как будто бы да мало ладно пусть будет 4 сейчас очень жирно может ну ладно пускать два пикселя и аутлайн но вам видно да ребят ну окей пока что такие минимальные стили я сделал давайте теперь с нижней частью поработаем а это у меня туду потом тоже его флэкс но сфай контент спейс битвина раскидаю по разные стороны так туду ботом батон так что у нас здесь есть у этой кнопки так во первых у нее есть поединке сверху пускай снизу 5 пикселей а здесь 13 пикселей попробуем вот вот так да здесь сделаю align items центр а вот так вот дальше бэкграунд у него будет вот такой и border radius 5 пикселей так border non color white font size давайте увеличим 22 пикселя font weight так 22 многовато пускай тогда 20 портки ну что-то у нас едят на самом деле болт оказывается здесь нам ну окей да ну чуть чуть более-менее стиле у нас похоже верно теперь смотрите давайте теперь уже начнем непосредственно работу с нашим java script а теперь мы работаем java script ну такие основные стили мы задали пока что этого нам достаточно теперь давайте я зайду java script и во первых что мне здесь необходимо да ребят первое что мне необходимо самое главное ребята это иметь базу данных для моих заданий да помните мы уже такой создавали верно ребят поэтому я здесь создам вот такой вот массив где у меня будет вот так вот пустым массивом да даже давайте я добавлю несколько заданий давайте так смотрите каждое задание у меня будет вот таким объектом у этого задания будет во первых айдишник свой обязателен очень важно чтобы у него был айди один да потом будет текст это само да задание да так задание один и ну ладно пока давайте добавим из да да false из important тоже false теперь давайте я это скопирую здесь будет задание 2 здесь задание 3 вот моя база данных да так здесь будет 2 здесь будет 3 окей смотрите теперь мне мне вот эти вот необходимо лишь кида вот эти ли убрать понимаете отсюда я их видео убираю сейчас они у меня здесь пропадут но я сейчас добавлю то есть из базы данных их возьму да так как я это могу сделать что мне необходимо мне необходимо вытащить вот этот вот ul да let ul равно документ точка query selector ну у меня в целом один ул поэтому я просто ул напишу и как мне необходимо внутрь него поместить какие-то задания я сделаю вот что рей можно в принципе for each здесь использовать l и dx и здесь я пропишу вот что дюэл . inner html плюс равно помним да и здесь создаю что так ли прям создаю вот так вот так ли и внутри у меня будет l . text l это у меня каждое задание мне нужно показать его текст все проверю появились они все мои задания уже берутся из базы данных понятно теперь смотрите что мне необходимо сделать нам необходимо сейчас сделать такую логику что когда мы пишем здесь какой-то некий текст нажимаем добавить то наше задание что добавляется сначала вот сюда базу данных а потом уже они показываются из базы данных понимаете и это нам сейчас нужно будет реализовать да а как нам это сделать да ребят на самом деле здесь нет ничего сложного смотрите давайте я вытащу свой теперь let форму видим да документ . query selector просто форму форма это у меня тег вот этот вот . правильно внутри него есть что есть button и есть input правильно input каким идет по счету первым button вторым верно смотрите я его вытащил и теперь смотрите если я в консоли просто напишу вот так вот форм да то что интересно у меня здесь будет видим форм да ребят это получаю верно если я его раскрою то тут смотрите есть нулевой и первый да 0 это у нас что input а 1 button то есть смотрите есть я напишу вот так вот 0 то я получу уже не свою форму а получу свой input правильно здесь я напишу 1 то я получаю уже что button все логично здесь все просто верно хорошо теперь что я делаю дальше смотрите я пишу вот так вот форм 1 это я обращаюсь к кому кнопки говорю . add event listener видим да когда я на тебя кликаю в целом можно даже на форму кликать ну ладно давайте сейчас проверим а 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 т б а а а а а да это происходит по причине того что изначально у формы когда вы оборачиваете ну батон до внутрь формы да то есть но имеется ввиду просто когда вы создаете батон внутри формы тега форум да то у вас происходит такое явление что когда вы кликаете на эту кнопку у вас этот пропадает ой сайт переобновляется понимаете когда вы нажимаете и чтобы от этого избавиться нам необходимо сделать такую вещь и вен . превент дефолт сейчас проверим так только это не кнопки надо будет мне тогда форме вот так а я же консоли да ничего ничего не появляется так смотрите теперь я клика видим остается то есть и вен . превент дефолт это означает то чтобы форма не обновлялась при нажатии на кнопку понимаете изначального форма сама такая логика что она как бы данные ну какие-то данные сохранять отправиться и поэтому сайт должен обновиться якобы но нам сейчас этого не нужно поэтому я говорю и ван привык дефол то есть кнопку форма не обновляйся при нажатии хорошо одну сайт не при обновляйся окей дальше все я кликнул получается сюда теперь мне необходимо вот что смотрите ребят когда я кликаю да на свое на свою кнопку то мне необходимо делать что брать вот этот вот массив верно да ребят и в этот массив положить новый объект правильно создавать да одно задание это один объект что я для этого делаю смотрите я беру пишу так вот рэй массив мой правильно будет равен понимаете и помните мы с вами проходили spread оператор три точки помним да что это такое это три точки рей это возьми все что внутри себя находится то есть вот эти должна остаться правильно ребят верно то есть смотрите наш массив рей вот этот вот будет равен себе же то есть по своими вот этими заданиями правильно всеми которыми есть и также пост ставлю запятую и говорю положу туда новый объект правильно айди что у него должно быть сайдишка ребят 123 правильно следующая какая должна а если еще одно задание будет у него какая должна как это происходит на одно больше чем предыдущая правильно да смотрите рэй точка лэнс видим плюс 1 длина массива плюс 1 да верно ребят хорошо теперь теперь я делаю вот что задание у меня будет создаваться и будет добавляться айдишник в котором длина ну айди да будет равен длине массива плюс 1 то есть здесь 3 видит и плюс 1 сделать то есть 4 будет да то есть все в принципе окей будет дальше ключ текст и этот ключ текст должен браться откуда ребят вот это правильно задание вот этот текст откуда должен браться из вот этого и куда правильно а теперь смотрите как мне получить то что находится внутри инку тогда ребят на самом деле здесь все просто чтобы получить значение из инкута нам нужно сначала к этому инкуту обратиться смотрите я сделала так вот консоль лог здесь и форм 0 это у меня input этого и меня input так где у меня что-то закрылась так это вот этого смотрите это импут правильно верно ребят да и смотрите у инкута есть такая вещь как в луя и сейчас она пусто видите то ребят почему потому что я ничего не написал но если внутри инкута я грубо говоря дам вот такое вот в луя значение 123 да посмотрите в луя у него что текст который здесь написан видите у нас является чем вот этим вот значением форм 0 в луи это вот текст который мы пишем правильно и теперь я делаю вот давайте этот белый я уберу я его просто показать вам смотрите здесь делаю вот что пишу ключ текст будет хранить внутри себя что форм 0 точка в луя правильно и дальше вот это вот двое можно в принципе вот так взять скопировать и сохранить я чуть позже объясню для чего нужно издан и из им потом то есть задание выполнено и задание типа важно или неважно понятно мы чуть позже это будем раздать теперь смотрите после этого я покажу свой рейт смотрите ребят теперь давайте я запишу здесь я смотрите на форму клика и он не сразу отправляет мне сразу отправляет так куда мы его правим дефолт делся так окей теперь смотрите ребят сейчас у меня смотрите массив состоит из трех значений правильно да и теперь смотрите я здесь напишу задание 4 нажму добавить массив уже из скольки состоит смотрите проверяем 1 2 3 4 все верно задание 4 здесь то что я написал здесь правильно теперь смотрите пишу там войти на курсы добавить массив из 5 уже все у нас добавляется в массив понимаете вот он видите пойти на курсы но здесь они появляются они здесь не появляются почему такое у нас происходит да ребят потому что мы ну вот эти вот данные до которые показываются да они в какой момент показывать вот вот здесь правильно вот эта логика которая показывает нам ну достает грубо говоря данные из массива правильно и показывает их у себя у нас в html верно да ну а но смотрите как здесь код происходит ребят вот у нас отрабатывается так что вот сначала создается вот этот массив д грубо говоря загружается да потом подгружать вот эти вот наши теги да ребят верно и после у нас показывается данные ну из массива да вот эти данные показывается у нас в html верно Они у нас показываются Их всего три пока что, верно? Показываются дальше, потом Потом я пишу какое-то некое задание Пишу какое-то Некое задание, нажимаю добавить И происходит вот эта функция, правильно? Верно? Добавление Оно вот нам показало, добавило Задание, но Массив у нас уже вот этот вот Но у нас происходит вот что Вот это не отрабатывает снова Понимаете? Оно один раз вначале отработало и все потом она как бы перестала работать понимаете то есть она запомнила лишь тогда массив до использовала его когда условно у него было задание всего 3 но когда мы новое задание сделали по логике вот эта функция да вот эта логика должна была снова нарисовать нам новые уже да но он этого не сделал он один раз это сделал и все больше он не будет даже если мы массив вот это участка нибудь добавим сюда и так далее он все равно эту логику не сделать почему потому что он отработал лишь один раз и все вначале когда он запомнил когда у него было три задания и он тогда его нарисовал и на создаче состоит сейчас в том чтобы каждый раз когда мы добавляем задание вот эта логика отрабатывала по новой понимаете чтобы это сделать мы должны его обернуть функцию понятно обернуть функцию да ребят я здесь делаю такое лет консуле в принципе сделай пускай у нас будет это шоу пас показать задание да это у меня функция и эта функция будет делать вот это сейчас если я проверю вообще никаких заданий не будет почему потому что вот эта функция шоу пас пойди показывать в чтим или правильно но она не отрабатывать ни разу видим чтобы она отработала я пропишу здесь шоу пас видим теперь обновлюсь все есть верно теперь смотрите добавляя новое задание пишу это обратно добавилось но здесь появилась не появилась почему как вы думаете потому что функция шоу таск отработала видите лишь один раз понимаете лишь один раз и эта функция должна отработать еще когда когда мы кликаем на кнопку правильно и следовательно вот здесь я пропишу так видим теперь смотрите обновлюсь ну все так же мои задания видны правильно но начальный 3 теперь я добавлю новое задание пропишу вот такой вот текст нажму и получилось ребят но это верно что произошло у нас ну как будто бы на 1 1 раз вывела то есть что произошло изначально были вот эти три задания правильно да потом наш массив изменился он стал вот таким правильно верно из четырех заданий но по логике должно было произойти вот так что как бы вот эти вот трех заданий не должно быть а просто вот этого должно быть правильно у нас произошло что вот эти сохранились старые правильно старая запись да и так же к нему еще добавилось вот это вот новое правильно то есть старый массив и новый наш массив правильно если я еще раз добавлю по это задание то вообще вот какая каша пройдет вот смотрите старый массив первый раз который помните был да потом второй раз новый массив помните и потом вот наш последний новый массив да то есть по логике происходит то что он сохраняет внутри себя все это понимаете этого не должно быть поэтому мы сделаем такую логику мы здесь пропишем смотрите вот здесь вот когда функция рисует а вот здесь что у нас видите да когда нарисует я пропишу такую логику и уэл . inner html равно пустой строке видим да ребят теперь смотрите писал и уверте добавить все окей пишу какой-то текст добавить все окей то есть что у нас происходит вот эта функция наша вот это наша функция правильно что она выполняет из себя она выполняет такую логику что она когда она эта функция отрабатывать она внутри чтимела рисует правильно вот эти вот данные из массива верно но когда мы не сделали вот эту логику то у нас задание сохранялись то есть старые задания сохранялись и к нему добавлялся новый массив из нового задания правильно и он дублировался как будто бы и я сделал такую логику что у нас есть вот изначально вот эти вот три задания правильно добавлены верно то есть они сейчас лежат внутри тегали правильно вот три задания верно и когда я добавляю новое задание то у меня происходит такая логика что вот этот вот старые старые три задания которые были нарисованы до 3 тега ли удаляются видите и он становится пустым понимаете я удаляю старые задания и потом я добавляю уже новый массив с новыми задания то есть это не добавление 1 старом это удаление всего старого и добавление нового мы как бы на визуально кажется что просто один добавился но на самом деле есть изнутри копаться да то это не добавление к старому а это старые лишки наши вот эти три лишки удаляются да вот эти вот все ну то есть его вот этот полностью очищается заполняется новым правильно то есть такая логика происходит понятно хорошо все у нас есть вот добавление все у нас работает и все у нас вроде бы окей да теперь давайте сделаем небольшие такие интересные стрихи это во первых у нас касается вот чего смотрите я добавил задание правильно я добавил задание и мне необходимо сделать вот что когда я вот смотрите условно добавляю задание добавить все окей добавилось но что вот этот текст остался не очень удобно правильно что я могу с этим сделать когда я добавляю свое задание у меня вот это должно быть пустым правильно input верно смотрите когда я добавляю свое задание видеть его здесь ребят верно я пишу здесь такую логику после видите шоу таска я пишу форм форм 0 . вл я помните да ребят равно пустой строке видим смотрите теперь обновляюсь добавляю новое задание папа пусто сразу видим работает ребят все просто здесь пока не сложно давайте добавим теперь нумерацию вот здесь до каждой личке смотрите это я могу сделать вот так вот вот здесь вот прописать вот так вот и . давайте так и bx плюс 1 и сделаем так так здесь все вроде бы окей да ребят все окей все нас пока что все нас пока что устраивает добавляя задание все круто все работает здесь есть вопросы сложно ребят это вроде бы легко да вроде бы пока все просто хорошо давайте теперь я сделаю функцию которая удаляет все окей функция который будет брать и удалять все а когда я нажимаю на вот эту кнопку правильно батон верно я его должен вытащить здесь я пишу вот что лет дэл ол равно документ . query selector не просто потом а мне нужно будет вытащить вот туда потом потом правильно именно ту кнопку теперь я здесь пишу вот что дэл ол . это вентлист нер я кликаю на него правильно и у меня происходит что мой массив рей должен стать вот таким пустым в нем ну вообще по идее можно ну давайте так давайте я добавляю задание а сейчас секунду мнение все все ты у меня отработал ребят здесь я просто этот не показал смотрите вот массив изначально состоит у нас и скольки значений а рей наш 3 правильно а теперь смотрите я здесь пишу некую логику что когда нажимаю на кнопку массив у меня что становится пустым да смотрите clear так чая на него клика нет у меня как будто бы работала я окей все отрабатывает смотрите как будто бы ну на самом деле у нас все отработало здесь но теперь вот что когда я нажимаю на clear all верно удалить у меня удаляется массив становится пустым но что здесь не так у нас а происходит у нас такое действие что вот эти задания уже нарисованы правильно вот это шоу верно да и чтобы это у нас произошло мы сделаем вот что мы после этого напишем вот так вот show task вызову эту функцию видим а теперь смотрите ли пол удалилась добавляю обратно все окей ли пол удалилась почему я вызвал обратно шоу таск потому что это именно показывает у меня то что находится внутри массива но когда он пытается форичный массив то пустой он не может ничего показать правильно и поэтому он как бы рисует пустой но пустоту да ребят здесь все понятно сложно нет ну будет но вы нет на самом деле ну смотрите если мы делаем это вот так да его точка и на хтм пустой то не пойди нет 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 не отработает смотрите почему потому что вот здесь то я обратно рисую массив свой то есть смотрите мы здесь смотрите логика такая здесь происходит мы сначала очищаем ел правильно и вроде бы он у нас очищается но потом вызывается функция шоу тас которая берет и рисует то что лежит внутри массива а внутри массива то у нас вот эти три данных все еще сохранились правильно и поэтому он как бы ничего не удаляет у нас поэтому нам необходимо будет это вот так ну то есть очищать именно наш массив так то есть видите в целом вот вот это вот шоу таск используя в нужном месте да правильно мы можем эту логику задавать и как-то с этим работать так окей ребята тогда если нет вопросов приступайте к сегодня к верстке верстке